здравия желаю товарищи на связи офицер и в данном видеоролике кратко до вас постараюсь рассказать про советский вертолет к 29 так что сослать подписка колокольчик а мы начинаем сперва давайте пройдем по базовым элементам которые напишем на нас карточки это по вооружению механики скорости и возможностям данного вертолета сперва его боевой рейтинг данный вертолет находится на 9 из 7 по ветке исследования он идет в отдельной ветке после ми-24b вам дается скачать мид 35 либо качать к 29 и если честно я советую вам качать к 29 потом к 50 бессмысленно качать эти бросами ми-35 м да теплак на 17 ми-28 да но еще один ми-28 нм но побольше чем плюсы нам на их прокачки вот именно к 29 и к 52 если мы посмотрим еще на боевое рейтинг 9 и 7 по советским вертушкам то тут уже есть целых две вертушки ми-24v и ми-24p про данные вертушки расскажу в следующем видеоролике так что пишите стоит сделать обзор на них или нет и вот сравнение с данными вертолетами которые имеют задние винты все в этом духе отличаемся мы тем что можем летать и без с хвоста так же как и к 50 и к 52 а дело тут в том что применяется у нас та же самая структура как на к 50 к 52 по вооружению у нас 30 миллиметров автопушка 762 мини ганчик нары неуправляемые с 8 количество 80 штук по 4 подвес на каждый пилон также есть и в туры 9 м 100 14 в количестве 4 штук на правый пилон на левый пилон максимальный пуск данных ракет поражение цели составляют 5 километров максимальное количество пробоя пятьсот шестьдесят все что у нас собственно говоря по маневрности мы хорошо маневрируем скорость у нас максимально вы спросите тоже какая 250 ну да заранее скажу у меня машина стоковая когда вы его качивать авто машина летит еще быстрее и так же куда же без наших любимых лтц я лично советую вам ставить усиленное чтобы ракеты лучше на них уходили ну каждый выбирает что он хочет на моем мнении к 29 это уникальная и хорошая машина боевом рейтинге 9 и 7 но знаете проблему правильно боевого рейтинга 9 и 7 и уже не осталось почти если мы посмотрим прошло туда был такой бэр да мы там играли дамы там нагибали был турус был бэмп но еще бэмп потом собственно говоря но сейчас из боевого рейтинга 9 7 у нас ну нету техники да ему не будем мы уже попадаться на данный чудесный боевой рейтинг мы будем попадаться на 10 0 10 3 это все с повышением ранга и бэра премиумной техники это очень печальный из-за этого мы можем попадать таким противником как лафаде от азелот бегля и не только а это противники которые нас вполне удобно сбивают особо лафаде и как говорится пума они нас любят но также и не забываем что танки до нас тоже считаются угрозой потому что танки могут захватить лазерным дальномером и по нам тоже также хорошо попадать также какие зенитки так что тактика игры на данном вертолете чисто лететь по низам облетать вражеский респам и атаковать спин либо атаковать на скопление противников на точке а либо c все время вы могли измечать такую ситуацию что у вас команды что у команды напротив союзники топами на таком боевом рейтинге почему при топовом да на любых на самом деле просто заезжать на первую точку и стоят и иногда порой количество техники на данной точке составляет больше шести машин и и это в первую очередь картон лт и на 9 7 тире 10 0 есть 3 этого картона достаточно но это геймплей в начале боя когда вы играете чисто на нарах вы знаете вот на нарах он себя чувствует намного намного приятнее что касаемо фтуров я тут уже немного не могу так сказать со фторами он как-то ну не так не сяк знаете я лично вам советую играть сценарами в начале боя сценарами в начале боя но с другой стороны кто я такой чтобы вам указывать что как и делать если вам нравится играть за стороны если вам нравится играть с на раме играть на армии из он нравится разбиваться разбивать с удовольствием пам-пара-рам-пам-пара-пам давайте возьму т-ш-4 чтобы накопить на к-29 с с турами да нормально смолен китайцы в бой леопарды в бой стопа мы не нормально не в солянке но америка британия италия нормально давайте поедем на столом ампаде партийника ари спам да и база аборт ними должно быть очень много но инди что я туда не один поеду да 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 хорошо с ее к тоже куда едут рид братья танкисты это носа что и только нам на ней долбиться блин мне тут обзор на когда за 9 или обзор танкист в вор тендер во первое отлетел но фатальную ошибку он бортом сделал агс надо текать быстро пока вот оттуда не приехали но и прикрывать наших надо это тоже очки держи брать они мы вместе мы не бросаем своих так это кто это британец или итальяне итальяне но как думаете он с такой класса сможет выстрелить мне кажется да сейчас меня борт могут засадить под самый неболучный давайте рискнем ну да вот видите они по мне особо не попали на казну выбили вот на стол приехали просто негодяем спасите убивают ну и тут и там да я вас наоборот видите вот xm давайте он обысился да ничего мы не сделали союзник конечно с ним прикрыли о ну ладно и перчат берем конечно у меня только два вторая с собой дополнительный сетап не сделал но с двумя вторым будем легким так что давайте посмотрим как же будет играться с данными вторыми это у нас коком да это у нас такие же вторую которую потом нам еще дадут были чудесно вообще пойди вот и на пилоне ниже должны еще быть ракеты 4 слева 4 справа в общей сумме у нас 8 ракет так ну дальность у нас 5 километров нам смысл вообще летит туда ближе к нет так что давайте вот отсюда наберем ща высоту принципе только посмотрим сначала да ну принципе он настыли противники давайте анимат работаем 2 летят быстро но немножко непривычно я хочу чтобы там остановились он брэдли но давайте брэдли слушайте это особо не показатели урона но вот так вторые они да они очень быстро долетают все на перезарядка теперь можно потому что топливного голодания сейчас не было и мы просто не упали с вами можем выбрать дальний респам но зачем как говорится и так нормально поп-поп-хоп-хоп уголом не упас спокойно газ палас сломали он летит дрон летит блядь не надо дядя он далеко ведь да я волнуюсь что он далеко я надеюсь что он далеко да он далеко блядь от него боязвается сушить и дин он он но по идее он кто не должен сейчас долететь очень никак блин нас равна и волной сушить и летит и сотрите но блядь так уверен летит то еще всем по он до сих пор летит и вообще кому ко мне не ко мне при течении не вижу давайте полетели короче вот так потихоньку набирать скорость будем и заодно смотреть чё там у нас по противникам танк справа мы видели но щит и но не выживет давайте пуск который быстро или играть можно но будет случаться такая фигня он ману или еще до сих пор будет нет вышел отлично все с авторами с авторами приятно играть да но все равно о все опять но он вообще никак бы не на 10 0 он на высшим наладом чтобы притормозить и переключаемся смотрим ищем немножко пониже можно конечно да он у нас так а пока давайте по ним щит он долбануть даст какой-то дистанцию но все-таки и он у насчет рук выход не я пальпал поймел он жив но немножко не до лет походу вот теперь попадание и он проснулся надо давать немножко сэкономим или он не проснулся до сих пор он там стоит он да он там до сих пор стоит давайте не хочу попробовать добить вот я зажал ним капец такими горю его попадание катеческий урон топливный бак ему по барабану дальше там кто-то в кустах у нас стоит или едет нету немножко даже не видно я рассказал о он сгорел но на пока был надо повезу у нас осталось 14 ракет не знаю кого путь собрать этих 14 ракет морковь то получится вон он 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 о подожди я я догадываюсь что это это картон это что да 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 и там кто-то едет а там у нас едет кто ли стал так за деревом неудобно не вижу мне главное вот это пупсика не потерять блин вот когда зависание включаешь пытайся нормально ровно лететь просто ну винды поставить ровно он берет и целенаправленно у тебя вперед летать он дамы кидается негодяй ничего не печет берем с другой вот тут уважаемый джетельмена я не понял . проехал или он тут стоит до сих пор где-то караул еще могу сделать фатальную ошибку что я могу сейчас от кис но надо произвести ну да видели мы с вами со вся 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 видите баквар тандер все так давайте тоже тут начали боя будете микро я особо таки вы знаете желанием со вторыми просто вторым качаны дам где вот так ай ладно так 3 по счету у нас вылет тут как раз она . тут можно себя показать во всей красе надо поймать противника который будет стоять просто кучей толпой и хочется их поймать то это просто победа есть 80 на ров с 8 кау нормально должно все хватить союзники у нас продвигаются потихоньку на его не противники наверх тоже потихоньку продвигаться еще странно что мы союзники враты не взяли это было бы очень очень сильное было бы у нас ваш преимущество все были вертолет у нас команде потому что простите на меня усы видов офигенные вертушки это бля солянка кстати дериваться будет но на вот нормальная карта где мы можем себя по вам показать и тут целенка я развитию вот без попы летим как можете видеть с тридцатки это невозможно убить вы просто смотрите как он живет просто он жил он жил несмотря на что не на что да хотя знать вот на это барай уже языка чутка помнишь а на этом все дорогие товарищи спасибо что ты да ты досмотрел данный видеоролик до конца напишите комментариях бу или полезен данный обзор и увидимся на полях сражения war thunder всем пока